Сейчас я хочу передать слово Казахстан. Нам очень было интересно, и мы просили Максима специально рассказать нам, а как же, чем живет Казахстан, чем живет молодежь Казахстана, потому что мы редко видимся и очень хотим знать. Добрый день, участники крупного стола. Вашему вниманию предоставляется доклад о роли объединения молодежи Кульбинского металлургического завода. Кульбинский металлургический завод находится в состав компании «Казахстанфром». Казахстанфром – это национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для ядерных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании являются геолога, разведка, добыча урана, производство продукции ядерного топливного цикла, реактора строения, атомные электростанции, производство редких металлов и конструкционных материалов, энергетика, наука, социальное обеспечение и подготовка кадра. На сегодняшний день в компании работает свыше 25 тысяч человек. «Казахстанфром» уходит в число ведущих уранодобывающих компаний мира. Акционерное общество «Кульбинский металлургический завод» – это предприятие, входит в состав национальной атомной компании «Казахстанфром». «Кульбинский металлургический завод» – это уникальный комплекс предприятий с более чем шестилетним опытом работы, занимающийся выпуском урановой, бериллиевой, станталовой, неоговой продукции и плавиковой кислоты. Сегодня это успешно развивающееся предприятие с устойчивым финансовым положением, хорошими перспективами и огромным потенциалом. Удачная маркетинговая политика, грамотная команда руководителей, крепкий коллектив профессионалов обеспечили Ульбинскому металлургическому заводу лидирующие позиции на мировых рынках. В 1998 году АО «МЗ» в первом Казахстане получилась вертификация ответствия системы менеджмента качества требованием международного стандарта ИСО-9001. В 2003 году «МЗ» стала одним из первых предприятий в Казахстане и первой среди предприятий ядерно-энергетического комплекса СНГ, которая соответствует требованиям международного стандарта по охране окружающей среды. А в прошлом году мы получили сертификат АПСАС-18001. Для коллектива Ульбинского металлургического завода одинаково важно не только производить продукцию мирового уровня качества, но и делать это с наименьшим ущербом для окружающей среды. Мы стремимся к завоеванию передовых и устойчивых позиций на мировых рынках путем производства высокотехнологичной продукции из урана, бериллия, тантала и необия, отвечающей требованиям и ожиданиям наших заказчиков. Наша деятельность основана на высоких этических принципах и является основой благосостояния акционеров, работников и членов МСИМИ. Большая ставка на ОМЗ делается на молодежь. Молодежь – это будущее предприятие. Молодежь является наиболее энергичной, образованной, физически и профессионально подготовленной, мобильной, быстро воспринимающей достижения научно-технического прогресса, более адаптированной к изменившимся социально-экономическим условиям и к требованиям рыночной экономики частью общества. Молодежь Рубенского металлургического завода во все времена отличалась своей активностью. Ее всегда характеризовали такие качества, как интерес к работе, знаниям и научной деятельности, любовь к предприятию и неизгонимое желание что-то созидать и улучшать. Идея объединить современную молодежь ОМЗ для общих дел и общей пользы возникла на заводе в начале 2003 года. Что не говорит, а ушедший комсомол до сих пор вспоминает добрым словом. Конечно, при нынешних реалиях современного мира необходима была другая организация. Так, 26 февраля 2003 года состоялось учредительное собрание, собравшее несколько десятков молодых работников различных структурных подразделений завода. Так началась история объединения молодежи ОМЗ, которое практически с первого дня своего основания вошло в состав ядерного форума молодежного крыла ядерного общества Казахстана, активно включившись в реализацию републиканской программы по использованию атомной энергии. В соответствии с положением, объединение молодежи ОМЗ или просто ОМЗ, это общественная организация, образованная на добровольной основе, объединяющая молодых работников предприятия, студентов и аспирантов казахстанских вузов, молодых специалистов, обучающихся или работающих в области применения ядерной энергии, ядерных исследований и смежных наук, а также заинтересованные студенческие и молодежные общественные организации. Объединение молодежи имеет свой флоготип, флаг, гимн. Его членам вручают соответствующее удостоверение. На сегодняшний день в рядах объединения около 150 человек. Наша организация утвердила своими главными целями формирование объективного общественного мнения, восстановление доверия к мирному использованию ядерной энергии, привлечение на предприятия перспективной в профессиональном плане молодежи и развитие потенциала молодых специалистов завода, содействие в активизации контактов и сотрудничества с молодежными и студенческими организациями. Орган управления объединения – это Совет ОМОМСС, который избирается сроком на один год на отчетно-выборной конференции. Здесь же избирается председатель Совета Объединения Молодежи. Чтобы понять, какова роль объединения молодежи ОМСС, нужно ознакомиться с нашей деятельностью. За более чем восьмилетнюю историю объединения нами было сделано немало, как на ОМСС, так и на более широких и глобальных уровнях – городском, республиканском и международном. Прежде всего, хотелось бы рассказать о том, что делается нашим объединением для привлечения в свои виды молодежи, причем молодежи не только ОМСС. Так, на видных местах, структурных подразделениях завода, размещены баннеры ОМС. А с 2006 года заработает страничка сначала на внутреннем, а затем в внешнем сайтах ОМСС. Все желающие свободно могут посещать заседание Совета ОМ и участвовать в обсуждении и решении любых интересующих молодежь вопросов. Двери ОМ открыты для всех. Заводской форум позволяет обсуждать те или иные темы и вопросы, интересующие молодежь предприятия. Развитие форума значительно способствовало как росту интереса к ОМ, так и ускорению, упрощению общения и связей между молодежью предприятиями. Одной из сфер, где молодежь ОМСС ярко себя проявляет, является научная и образовательная деятельность. Представители ОМ принимали участие в различных научных и научно-практических конференциях и семинарах. На них молодые заводчане представляли свои как научные, так и производственные разработки. Новые решения и подходы. Кратко, остановлюсь лишь на ней по трех из них. Так, первым серьезным мероприятием нашей тогда еще молодой организации стал двухдневный семинар «Ядерная энергетика. Новое индустриальное поколение». А затем наши представители участвовали в семинаре молодых специалистов атомной науки и промышленности «Ядерный потенциал Казахстана». В 2005 году на базе ОМСС прошла республиканская научно-техническая конференция молодых атомщиков, в которой приняли участие юноши и девушки с разных уголков республики. В 2007 году мы с удовольствием отвлеклись на приглашение молодежного отделения ядерного общества России и приняли участие в международной конференции, проходившей в городе Иванове. В этом году на базе ОМСС была проведена молодежная научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. Производство. Экология. Молодежные организации» на предприятиях Иванов Пусть-Каменогорска. С 2005 года национальная атомная компания «Казахстанпром» проводит конкурс инновационных исследовательских предложений и проектов. Молодых специалистов, победителей конкурса становятся участниками летней школы молодых специалистов и ученых на «Казахстанпром». Молодежь Ульбинского металлургического завода в этом году, вот уже в седьмой раз, будет участвовать в летней школе. За эти годы многие молодые ульбинцы стали призерами данного конкурса. С целью ознакомления подрастающего поколения с работой нашего предприятия объединение молодежи организовало посещение групп школьников и студентов выставочного информационного центра УМЗ, наш музей. Кроме того, члены ОМП проводили уездные лекции в вузах города. Мы принимали участие в ряде молодежных форумов, семинарах, тренингах и встречах. В рамках защиты и охраны окружающей среды членами ОМП был проведен ряд экологических акций и мероприятий. Так, ежегодно, в апреле, в Ускореногорских детских домах члены обедения молодежи совместно с ветеранами проводят субботники. Неоднократно мы участвовали в субботниках на заводской базе отдыха Сибины, устраняли последствия ураганов, собирали территорию. В 2007 году мы принимали участие в акции «Чистый берег» по очистке берега реки Иртыш. В 2005 году нами было высажено аллея молодежи УМЗ на одной из улиц города Ускаменогорска. Две аллеи УМЗ появились в поселках Таукент и Шиилий. Посад в деревьях принимал участие председатель обедения молодежи берегов Михаил. Еще одна аллея у нас появилась недалеко от выставочно-информационного центра завода. С 2010 года активисты УМЗ принимают участие в форумах лидеров молодежного экологического движения Восточно-Казахстанской области. В рамках ТК-форума мы выступали с докладами, работали в секциях, выдвигали идеи и предложения по улучшению экологии региона, высаживали деревья в парке на левом берегу реки Иртыш. Объединению была вручена грамота за активную гражданскую позицию в экологическом воспитании молодежи и поддержку молодежных инициатив в программе ЭКО-Маракон-2010. Молодежь УМЗ неоднократно принимала участие в митингах, парадах и шествиях. Шествуя стройными и слаженными рядами, мы проносим мимо гаража бренды НАКО-ТАМПРОМ, УМЗ и Объединение молодежи. Чувство гордости за флагмана атомной промышленности Республики Казахстан переполняет всех нас и передается с Каменогорцем. А главное, мы идем не из-под палки, а по своему желанию. Одним из направлений своей деятельности ОМ обозначила благотворительность. Под эгидой объединения молодежи на УМЗ был проведен ряд благотворительных акций помощи детям-сиротам, несовершеннолетним находящимся заключений, малообеспеченным семьям. А накануне Дня Победы члены ОМ участвуют в акции памяти «Зарги свою свечу». В этом году мы провели акцию «Георгиевская лента». Наше объединение тесто сотрудничает с ветеранской организацией завода. Благодаря этому сотрудничеству, порой перераставшему в сплоченном деле и дружбу, была проделана огромная работа. Связь и преемственность поколений никогда не прорвется на ОМЗ. Молодежь нашего завода интеллектуальна. Команда ОМ приняла участие во втором открытом чемпионате города по интеллектуальным играм, заняв в нем первое место. Объединение молодежи стало инициатором и организатором проведения заводского интеллектуального конкурса «Игры разума». Он у нас теперь ежегодный этот конкурс. Мы постоянно посещаем различные музеи, театры, ходим на концерты. Мы не сторонеем и от развлекательных мероприятий. Заводские команды КВН всегда состояли в основном из молодежи. Постепенно КВН у нас перерос в другой конкурс. Такой конкурс «Заводская семья, заводная семья» также родился по нашей инициативе. Этот конкурс стал ежегодным корпоративным мероприятием ОМЗ и одним из самых любимых для ульбинцев. В 2010 и 2011 года ОМЗ стал инициатором и организатором проведения на ОМЗ конкурсов красоты. Молодежь ОМЗ любит спорт, туризм, путешествия. Нам покорились такие виды спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бинбол, боулинг, парашютный спорт, рафтинг, альпинизм, скоростное восхождение на горы, спортивное ориентирование, велоспорт и многие-многие другие. Мы посетили множество замечательных мест и уголков восточного Казахстана. Объединение молодежи было инициатором спортивно-туристических игр для детей ульбинцев. Вот уже в третий раз в сентябре проходят ежегодные детско-спортивные туристические игры. Каждый год тематика игр разнообразна. Детишки были в гостях у Рубинбуда, были индейцами и пиратами. Дети-завочан с огромным желанием принимают участие в этих мероприятиях. На внутреннем сайте АОМЗ ОМОВСА открыли литературную страничку объединения молодежи. На ней размещаются статьи, рассказы и поэзия. Авторы литературных произведений сами члены ОМОВСА. Все события из жизни и деятельности объединения молодежи освещаются в заводской газете ОМОВСА и Форум. Там же печатаются и статьи ОМОВСА. В начале этого года вышло заводское положение, согласно которому членство объединения молодежи, дает льготы на получение беззалогового кредита в банке под гарантии предприятия. Деятельность ОМОВСА курирует службу директору персоналу социальным отношениям, возглавляемая Денисовой Еленой Гордовной. Непосредственно с объединением работают начальник отдела социальных отношений Седи Шаваля Тинатольевна, а также менеджер отдела Зенин Евгений Борисович. Без них не состоят многие значимые мероприятия ОМОВСА. Деятельность ОМОВСА всегда находила поддержку у первых руководителей предприятия, а также у руководства различных производств, служб и отделов. Так совсем недавно состоялась встреча заводской молодежи с исполняющим обязанности председателя правления ОМОВСА Шахваровством Юрием Викторовичем. На этой встрече молодежью задавались все интересующие вопросы. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Благодаря этой встрече удалось разрешить ряд проблем молодежи ОМОВСА и найти пути выхода из непростых и сложных ситуаций. Как было сказано в начале моего выступления, Курбинский металлургический завод. Это большое предприятие со множеством структурных подразделений. Так получается, что люди, работающие в разных подразделениях огромного завода, практически не встречаются друг с другом на предприятии. Становятся друзьями, находят пути взаимодействия, общаются благодаря организации ОМОВСА. ОМОВСА. Ведь сюда идут те, кому не все равно. Те, кто понимает, что от него зависит многое в будущем. И что можно просто сидеть и мечтать об изменениях к лучшему, а можно предложить усилия к тому, чтобы эти изменения начались уже сейчас. Деятельность нашей организации включает много аспектов. Стоит сказать, что ОМОВ поддерживает все инициативы руководства завода и наоборот, администрация идет навстречу молодежи. Это обеспечивает прекрасные условия для развития и совершенствования молодежной организации и личностного развития каждого ее члена. Это возможность поработать в команде, проявить лидерские качества, найти друзей. Все это положительным образом сказывается и на профессиональном росте. Многие члены ОМОВСА занимают ответственные посты на руководящие должности. Мы уверены, что эта работа будет по-прежнему интересной, полезной и направленной на увлечение активных членов нашей молодежной организации. Учитывая, что членство ОМОВ, дело сухого добровольное, мы ищем все новые стимулы и находим их для наших единомышленников. Главное это наша сплоченность, дружба, взаимоподдержка и желание развиваться. Спасибо.